Каждый водитель рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда приходится за рулем осваивать незнакомый маршрут. У кого-то ориентироваться на местности получается неплохо, а кто-то ползет с черепашьей скоростью и все равно умудряется проскочить нужный поворот, а потом долго кружит по окрестностям в надежде найти верную дорогу. Даже если вы родились и всю жизнь прожили в городе Минске, совсем не обязательно, что вы будете знать, где находится улица, например, базисная. Можно, например, воспользоваться старой доброй картой, но лучше призвать на помощь что-нибудь более практичное и современное. Итак, GPS-навигатор. Работа этого миниатюрного прибора построена на данных, получаемых со спутника, которые GPS-ка сопоставляет с загруженными картами. В итоге по кратчайшему пути вы добираетесь из точки А в точку Б, избегая пробок, участков, где перекрыто движение и прочих неприятностей. Это в идеале. А вот на деле все бывает и по-другому. Смотрим на дорогу, он там говорит, что там через километр, через полкилометра будет поворот налево, приготовьтесь. Ну вот, мы, собственно, в предвкушении этого самого поворота едем себе спокойно. он нам говорит через 200 метров поворачивайте налево, через 100 метров поворачивайте налево, через 50 метров поворачивайте налево. А в свете дальних фар поворота как-то все не видно. Только, знаете, есть дорога, когда справа слева обрывы, такие железные столбики ставят с заборчиками. Вот такие заборчики вдоль дороги стоят слева и справа. А он нам кричит по Поворачивайся налево. Лететь, что ли, налево тут через эти заборчики. И у навигатора есть еще такая фишка. Если ты не повернул, не сделал то, что он хочет, он начинает, естественно, перестраивать маршрут. И на это у него уходит какое-то время. И поэтому вот мы едем, темная дорога, направление туда, куда мы ехать не хотим, а он перестраивает маршрут. И все, бедняк гребется, кричит, налево, налево, поворачивайся в ближайшем месте. Специалисты на такие ситуации только разводят руками. Да, ничто не совершенно, и техника тоже дает сбои. Причины тому разные. Первая – сырая, недоработанная или, наоборот, устаревшая карта. Скажем, в Беларуси навигаторы появились лет пять назад. И были это скорее карманные компьютеры, загруженные в них любительской картой. Понятно, что такие приборы могли долго и путанно водить по окрестностям. Около двух с половиной лет назад была запущена первая лицензионная карта, и автомобилистам сразу задышалось легче. А недавно вышло второе обновленное лицензионное ПО с учетом всех огрехов, обнаруженных в первом. Однако не будем забывать и о другой причине ошибок GPS, а именно об использовании пиратских карт. Есть программное обеспечение пиратское, есть программное обеспечение лицензионное. Соответственно, лицензионное программное обеспечение – это программное обеспечение, которое адаптировано для определенного устройства. То есть оно поддерживается производителем. Обновление – это, соответственно, какая-то техническая поддержка. это колл-центр, это помощь, соответственно, здесь больше плюсов, чем минусов. Самый, наверное, основной минус – это, скорее всего, цена, потому что за лицензионное программное обеспечение нам приходится платить. Что касается пиратского программного обеспечения, да, это очень сейчас пока сильно распространено, потому что люди в постсоветском пространстве не привыкли платить за какое-то ПО, софт, то есть им проще скачать, установить взломанную версию, но никто не гарантирует работоспособность, качество работы и достоверность данных, которые предоставляет пиратское ПО. Что же нужно оценивать при покупке навигатора? Первое – насколько удобен и понятен интерфейс. Второе – правильно ли прокладывается маршрут между известными вам пунктами. Третье – достаточно ли большой экран. Не слепнет ли он при ярком солнечном свете. Четвертое – число загруженных карт, их актуальность и порядок обновления. Кстати, при покупке навигатора у официального представителя в Беларуси вы автоматически приобретаете лицензионное программное обеспечение на ближайшие пару лет. Так что GPS вам в помощь! На сегодня все. До свидания. Будьте внимательны, соблюдайте правила и готовьте свой автомобиль. Пора уже к зимним условиям эксплуатации. На этом мы с вами прощаемся. До встречи на телеканале СТВ и, конечно же, на просторах интернета. Субтитры подогнал «Симон»!